В прошлом году лопнула крупная финансовая конструкция, построенная по принципу пирамида. Спрут сберегательной компании «Наследие» охватил своими щупальцами десятки городов России. В группе риска по обыкновению оказались пенсионеры и пожилые люди, которые сегодня лишились своих накоплений. Деньги, деньги, древние деньги, позабыв, покой, делай деньги, делай деньги, а остальное все древние деньги. О щедром предложении сберегательной компании «Наследие» Михаил Донченко узнал из газетной рекламы весной 2015-го. В заметке было сказано, что банки дают малый процент. Эти проценты в результате инфляции годовой, в принципе, они сгорают. А мы гарантируем вам хороший процент, 33% годовых. Недолгодумая, Михаил Алексеевич отправился в офис на Коммунистической, где его ловко обработали, предложив особые условия для пенсионеров – еще 2,5% сверху. Сделка получалась чертовски привлекательной и сулила навар аж в 35% годовых. «Я подрабатывал, и у меня скопилась некоторая сумма денег, которую я решил инвестировать в эту компанию. То есть в сумме получилось 100 тысяч рублей». Эту заначку Михаил Алексеевич вложил на полгода, получив взамен бумажку, именованную «Векселем». Начисление по нему пенсионер должен был получать раз в квартал. Однако выплаты прекратились, едва успев начаться. «На мою социальную карту действительно были перечислены, значит, 2,5 тысячи рублей, как положено было в договоре. После этого перечислений не было». Спустя полгода, когда истек срок вклада, иссяк и запас терпения доверчивого пенсионера. Тогда обладатель «Векселя» направился в офис наследия. Однако к тому времени контура уже несколько месяцев как съехала в неизвестном направлении. «Наследие сберегательная компания вам ни о чем не говорит». «У нас вот список есть всех фирм. Вот последний список, это 3 месяца назад, да? Угу. В этом 3-4 месяца. В этом списке его нет». Обращение в полицию ничуть не помогло. Дознаватель Центрального отдела Юрий Горчаков отказал в возбуждении уголовного дела со следующей формулировкой. Действия генерального директора Нигматулина Ильдара Римовича не могут быть квалифицированы по статье мошенничества ввиду отсутствия количества необходимых данных. Всего же новосибирская МВД отклонила еще три подобные жалобы. Кстати, по сберегательным конторам Ильдара Римовича можно изучать географию России. Они раскинулись от Подмосковья до Восточной Сибири. При этом головной офис в набережных Челнах закрыт с сентября. «Вот ходим, плачемся. Последние деньги гробовые свои все потеряли». В настоящее время оставшееся имущество фирмешек Ильдара Нигматулина на 15 миллионов арестовано. Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Уголовное дело по обращениям клиентов в сберегательной компании «Наследие» было возбуждено следствием города Набережные Челны 28 сентября 2015 года. От жителей города поступило более 1200 заявлений. В ноябре прошлого года было возбуждено аналогичное уголовное дело следствием Нижнекамска. И в январе этого года также аналогичное уголовное дело в Казани. Недостаток критического мышления, слепая вера рекламным листовкам в газете, а главное, жажда переложить ответственность за судьбу своих денег на кого-то другого, это основные причины популярности пирамидальных схем в нашей стране. Такая, я бы сказал, иждивенческая инфантильная позиция. Кто-то для меня что-то сделает. Вдруг какой-то мавроди поможет разбогатеть. Объявите завтра, что вы начали создавать. Любой из телезрителей объявляет и говорит, я сделаю для вас что-то. Никто не задаст вопрос, а тебе какая выгода в этом? На очередном пресс-брифинге по финансовой грамотности эксперты в очередной раз увещевали, что заявленная высокая доходность – это путь, ведущий к финансовому дефолту. Хорошая доходность, адекватная доходность – это 15-20%. Все время стабильно получать высокую доходность, не меняя финансового инструмента, это невозможно. Если вам обещают какие-то сказочные цифры, это первый повод задуматься. Как правило, пик активности аферистов приходится на периоды финансовой нестабильности. Одна из последних лохотронных реинкарнаций – так называемая онлайн-игра по типу веселой фирмы, где якобы можно выводить средства, продавая выращенный в интернете домашний скот. Но для того, чтобы вам их вывести на свой банковский счет, вам нужно привлечь нового участника. То есть это классическая пирамида, маскирующаяся под безобидные игры. Гуру пирамидальных афер Мавроди в свое время поговаривал, «Да какой бы вы закон ни приняли, завтра я поменяю условия, и под этот закон мои действия подпадать не будут». Поэтому по-прежнему актуальна старая пословица, переделанная на современный лад. На полицию надейся, но сам не плашай». Продолжение следует...